и снова здравствуйте друзья мои и вновь мы наблюдаем за приключениями юрича и вот между сериями значит что юрич опять у нас попутешествовал немножко по кольраде вот приобрел вот такую вот новую броню прокачался немножко приобрел новую броню значит ему удалось встретить все 10 лордов постарался я таки да и теперь вот нас ждет продолжение сюжетной линии нам нужно познакомиться найти истиану которая находится сейчас в городе эпикротеи да и познакомиться с арзагосом который находится в городе марунат то есть вот здесь нас ждет продолжение основной сюжетной линии и отправимся мы вначале значит посмотрим что у нас ближе эпикротеи или марунат ну как-то наверное марунат да двигаться будем так вот вернее в эпикротеи выдвинемся в эту сторону по ходу посмотрим банды какие нам будут встречаться да еще будем прокачиваться в отряде сейчас у нас 57 человек вот кстати какие-то бандюги давайте-ка на их так же прокачиваемся прокачиваемся ребята догоняем держать путь потом вот куда-то на север там нам надо на север ну а пока опять схватка так прокачиваем наш наше войско в принципе нашего полку как говорится уже достаточно прибыло 57 человек уже хорошо так убегает 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 эх ты смазал добиваем нельзя фулиганить вот еще бы было хорошо если бы они все кричали по русски чего там они кричат да так ну че-то в этой вкладке никого не прокачали никого не прокачали ну-ка глянем что тут у нас ну да у нас еще девять новобранцы 2 новобранцы 2 новобранцы кавалерия появилась у нас вот имперские букеварии уже пять человек верхом если считать еще и вот эту котилу страницу то это уже 6 человек верхом это хорошо так вот этого давайте еще догоним а вот этого еще лучше чтоб уже догнали они похоже сейчас объединятся то есть 15 ну да точно не объединились так сюда встаем на позицию ребятушки а нет надо было вот сюда их вывести здесь лучше позиции будет вот так а ну-ка давайте вот сюда ребят встали ну и вот так ребят пехота побежали так а ну-ка давайте-ка кавалерия в атаку догонит не догонит где-то еще убежали вижу вот по индикатору вверху да пара человек точно сбежала а вон они там по моему бегут кавалерия туда поскакала все либо убежали либо их настигли букеларий имперский ну ладно вот уже три человека прокачалась никого прокачали к сожалению не новобранцев было бы хорошо если бы новобранцы прокачались у нас но пока нет так вот еще один верховой так берем трофей и направляемся направляемся на север выпекрытию dirty Засаждает замок кто-то. Так вот разбойнички. Уж больно быстро бегают они. Разбойнички ну куда побежали. Будучи с ним мы не хотим умирать если вы можете вы возьмите нас в качестве наивных бойцов так как так каждый получит то что желает мне не нужны бандюги в отряде ребят хорошая попытка но нет правосудие требует вашей крови. Так и опять пехота в атаку хорош отряд уже получился да какая красота ух попал пальцем в небо. Так и опять никто не прокачался. Так и тем временем мы добрались до эпикротии где-то вот здесь она у нас вот она а эпикротия это в осаде смотри-ка да туда туда мы сейчас не войдем так значит тогда надо в мару над идти здесь пока ребятушки воюет здесь ребятушки пока воюет так тут что-то ребята какие-то бьются ну-ка догоним их да не шестерых а вот этих давай так опять немножко не там конечно же лучше выйти вот сюда вот и пехота в атаку сразу ни разу не попал ни в кого и опять два имперских новобранца у нас так и остаются новобранцами ладно так маринат 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 вот сюда ну коль уж вы по пути давайте на нас накажем так мальчик из кузаид подписал договор о мире северной империи как бы пока это все не касается особо и речи пока он у нас практически свободный человек на северах тут снег уже видишь да своего своего не попасть и опять никто не прокачался да нет имперский пехотинец так и опять же вот он уже маринат у нас на горизонте так ну и продолжение сюжетной линейки да значит вот нам нужно поговорить давайте мы сначала продадим пленных продадим трофей так а кстати я совсем забыл знаете что еще значит я прикупил тут в общем хорошо получилось заработать Юрий чудо и Юрий прикупил себе две две мастерских в городе Порос значит вот мастерскую в которой портной работает да и мастерскую в которой работает кожевеник и вот уже эти две мастерские начинают приносить доход Юрьичу смотрите получается что да общая прибыль 476 динар и в принципе ожидается вообще до 14 с половиной тысяч вот на данный момент сколько приносит портной 106 динар да и кожевеник 370 динар вот сейчас мы посмотрим вообще мастерская стоит вот 14 тысяч у нас сейчас есть 14 тысяч динар значит еще немножко до 20 наверное надо подождать как 20 тысяч будет еще в каком-то городе надо купить мастерские да парочку то есть для чего нам нужно это нам нужно это для того чтобы потом когда в наше войско уже войско Юрьича так сказать будет количественно вырастать естественно некогда будет бегать вот эти банды грабить и прочее прочее да а тут у нас вот будет с этих мастерских вот такой вот стабильный доход ну и естественно что нужно брать мастерские в тех городах которые заказывают на той территории вот за которую ты будешь сражаться в дальнейшем да мы планируем значит поддерживать империю будем объединять империю да пробовать поэтому естественно берем мастерские в городах которые расположены на территории империи и так идем разговаривать с Арзагосом и так вы наверное знаете что я Арзагос я не знаю для каких целей вы меня разыскали но знаете что моя прежняя жизнь ручного пса закончилась а кажется у меня есть часть драконьего знамени кальрадии ну да в самом начале игры мы получили до этого а а так вы можете владеть одной частью знамени но от нее мало проку придется поискать все остальные и как только вы соберете их воедино в ваших руках окажется невероятно ценная вещь так звучит не сказать что просто знамя кальрадии это часть легенды говорят что оно реило над головами над головой кальрадия великого который первым привел свой народ на эту землю чтобы завоевать и разорить легенда гласит что ни одну армию во главе с настоящим сыном кальрадия не смогут удалить в битве удобная легенда конечно кальрадийцы много раз терпели поражение но я думаю что это были не истинные сыновья и все же можно сказать что она олицетворяет силы и выносливость этой империи а значит нужно найти остальные части знамени а вам нужна информация я могу с этим помочь а где я могу найти остальные части знамени прежде чем я отвечу вам как и мне нужно больше узнать друг о друге я не знаю что вам рассказывали но я был гражданином империи также я был имперским армейским командиром но рожден я был не как имперец я один из тех кого они называют палайками язык палайка мертвый язык его больше не используют разве что несколько стариков еще помнят и используют его у империи особый талант к разрушению искоренение языков традиций богов она захватывает наши крепости убивает людей и превращает наших детей в своих ручных псов легионеров ничто не может вернуть людей палайка теперь они имперцы но это оскорбление нашего имени наших богов нашей памяти немыслимо что государство которое разрушило наши святыни и крепости должно шириться и процветать я поклялся что если империю начнут терзать гражданские войны и междуусобицы я умру но увижу когда горает последний камень последнего капитолия а знаменем я бы не мог я бы мог очень скоро осуществить свою клятву Юрич говорит не думаю что разделяет твои взгляды давайте так ответим да тогда вы можете вернуться когда вы решите ага а тогда продолжение нет да тогда давайте мы сейчас с ним еще раз попытаемся поговорить так да я намерен использовать знамя чтобы помочь разрушить империю хорошо тогда я расскажу вам все что знаю я слышал и а еще одной части я не знаю где другие части но продолжайте поиски это важно когда вы объедините все части вернитесь ко мне и я помогу вам использовать их все есть такое дело да так вот здесь значит что теперь здесь 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 мы получили наводку вот на это укрытие укрытие бандитов причем горных бандитов да ребята жесткие такие в общем надо сходить туда вырезать все это укрытие бандитов в лесных разбойниках вот этих да и получить вот это еще одну часть знамени но вот здесь скорее всего придется наверное сделать сохранение потому что не знаю как это получится вообще я хотел поиграть чтобы вообще без сохранения было но тем не менее давайте попробуем все таки пройдем в это укрытие похоже мы не успеем в ночи нам будет день ждать ну ладно ничего страшного ничего страшного напасть под покровом ночь то есть сейчас день пройдет и пойдем первая попытка как это нам удастся так это все сообщение пока а рамгея южная империя объявила войну против стургии понятно так ну вот наступила ночь и мы идем в логово местных разбойников так вот здесь надо быть очень очень аккуратным так так ну делай так мимо ну и елки зеленые а Да что я не могу попасть-то? Фух ты, елки-деляные. Наконец-то. Это плохо. Это очень плохо. Похоже, с первой попытки нам не удастся взять это логово. Мало народу дают вот. На это. Так, вон он ходит. Так, как же здесь лучше сделать? Наверное, лучше вот сюда спуститься, да? Так, давайте-ка сюда, ребята. Там еще кто-то есть. Из-за дерева спрятаться. Из-за дерева пулять. Ты вот это же человек, по-моему, сидит, да? Не могу понять. Да что ты будешь делать, а? Так, раз, два, три, да? Так, есть. Вот там еще один где-то. Так, есть. Мешок какой-то здесь стоит. Я принял за человека его. За разбойника. Так, а чего вы там стоите? Ну-ка, давайте со мной. Ну, а, наверное, знаете, как сделать? За мной, по-моему, F2, да? Повернуться к врагу. Почему повернуться к врагу? За мной? Всего трое, что ли? А, нет, вон там еще бегут. Вон. Так, вот теперь они за мной, да? Понятно. Все здесь? Все здесь. Так, вон там ходят. Здесь похоже, никого нет. Так, идем вот туда. Да, что ты будешь делать? Пять стрел осталось. Стрелы нужны. Так, вот здесь вы и твои стрелы. Должны быть. Так, лук. Вот стрелы. Так, пополнились. А чего вы-то не стреляете? Я не могу понять. Так, где у нас стрелки? Стрелки у нас так. По-моему, F4, да? Так, F4. Ну, нет, не натиск. Вот, огонь по усмотрению. Давно бы так. О, так. Идут. Раз, два, три, четыре, пять. И главарь. Ох, не знаю, что получится-то у нас. Так, это ты? Ты перерезал кучу моих людей. Черт бы тебя побрал. Подойди сюда и бей со мной один на один. Но не, дорогой мой, я с тобой не буду биться. Я не собираюсь вступать в поединок с таким гнусным разбойником, как ты. Ха-ха-ха. Так. Оп. Ух ты. О, ешкин. Поварешкин. Ну-ка. Вытянуть, не вытянуть. Ну, вроде бы вытянули, а? Ранили Юрича. Ух, ранили Юрича. Ну, тем не менее. Время. Так, еще один букет пари. Так, хорошо. Итак, значит, вот мы получили еще одну часть знамени, да? Да. Вот. И остается еще одна часть знамени. Это нам нужно пойти теперь опять в апикротею. В апикротею. И говорить вот с этой самой, с Истианой. Так, со здоровьешком совсем плохо? Очко здоровья одно всего? Да. Ну, ничего. Ничего. Сейчас поправится Юрич у нас. Вот так потихонечку двигаемся в сторону апикротеи. Там как раз осады же еще, наверняка осады еще идет. Тут еще какое-то укрытие. Что-то мы немножко не туда пошли, по-моему, да? Ну-ка. Точно. Иди мы, иди мы, иди мы, иди мы. Сколько здесь лесных разбойников-то, а? Так. Значит, продаем пленных. Продаем трофей. Так. А что у нас? Сколько отряд не добавился у нас? О, да, еще трех человек мы можем взять. То есть 60 человек в составе отряда уже может быть. Это хорошо. Так. И ищем, где она. Вот она, Истиана. Разговариваем с Истианой. Так. Мое Юрич имя. Я Истиана. Впрочем, вы и так обо мне слышали, раз пришли сюда. Когда-то в моих руках была большая власть. Но теперь... Впрочем, не будем о грустном. Мне любопытно, для чего я вам могла понадобиться. Ну, даже что-то говорит. У вас только одна часть знамени. Но она сама по себе мало полезна. Вы должны быть... Ну, у нас как бы две уже части-то вообще-то, да? Вы должны будете найти другие части. Как только вы соберете их, то получите власть над чем-то поистине великим. С нами Кальрадий является частью легенды. Говорят, что его носил Кальрадий Великий. Когда он привел свою и так, это мы уже слышали. Конечно, наши славные армии терпели множество поражений. Но я думаю, что те вы и начальники, и императоры не были истинными сыновьями империи. Просто красивая сказка. Это мог бы понять даже ребенок. Но, разумеется, никто не хочет разрушать такой выгодный миф. Хвала небесам. Так. Итак, ты можешь помочь мне найти человека, который это купит? Если вы сможете собрать недостающие фрагменты, я уверена, что смогу помочь вам найти им хорошее применение. Где я могу найти остальные части знамени? Прежде чем я поделюсь с тобой этой информацией, я должна узнать о твоих намерениях. Кто-то может использовать знамя, чтобы восстановить империю, а кто-то, чтобы низвергнуть ее окончательно. Я была доверенным лицом старого императора Нереция. Официально я не была его главным шпионом, поскольку я женщина. Но, тем не менее, эту роль я выполняла. Я любила Нереция. И была очень благодарна за его доверие. Но он не был хорошим императором. Слишком упрямый и принципиальный. Я, наверное, должна была отравить его. Достаточно того, что я лучше всех знаю о лжи и жестокости, столпах, на которых стояла империя. Но все убийства, которые я когда-либо совершала за 10 лет, служение Нерецию, не сравнятся с числом погибших во время штурма города за один час. Что касается нашей славной истории, любой из этих мелких правителей мог бы попытаться забоевать всю Кольрадию и попытаться сделать этот мир лучше, чем получилось у нас. Но факт в том, что лишь мы сумели объединить эти земли, и никто другой пока что не сумел добиться подобных результатов. Давайте не будем об этом забывать. Вернемся к более насущным вопросам. Я правильно понимаю, что вы собираетесь использовать знамя, чтобы спасти империю от краха и забвения. Если это так, тогда я поделюсь с вами всей информацией, которой я владею. Но если вздумаете пытаться добить ее уме... ...перевод какой-то кривой, то в таком случае уходите, я не стану помогать. Ага, Юрьич заявляет. Я собираюсь поднять знамя во имя спасения империи. Хотя, вот если говорить об истории, да, ребятушки, всей империи ждал крах. Абсолютно. Вот сколько бы мы империи не припомнили, да, они все всегда приходят к одному концу. Ну ладно, хорошо, тогда я скажу вам, что знаю. У меня есть сведения о еще одной части. Так, ну вот еще опять одно будет логово. Так, я не знаю, где находятся другие части. Думаю, вам придется их искать. А мы нашли уже. Когда объедините все части, вернитесь ко мне. Я помогу вам использовать их. Понятно. И так, дождаться, когда восстановится здоровье у Юрьича. И уже потом только идти в очередное логово, да. Давайте вот так вот пропустим. Дождемся восстановления здоровья. Вот так, ближе к ночи. Даже, мне кажется, еще один день потребуется, да. Видимо, да. Ночь. День. И все. И теперь мы отправляемся в это логово. Вот оно. И вот сюда идем. Опять дожидаемся сейчас ночи. Опять надо, наверное, сохраниться. Сохранение. Прежнее сохранение нам не понадобилось. Но кто его знает. Вдруг придется перезагружаться. Хотя я как бы пытаюсь играть без сохранений. Так. Ну что, идем. Сейчас мы сразу команду им дадим следовать за нами. И на команду на огонь. Ну-ка. Так вот, значит, даем команду. Да почему удачистка-то? Огонь по усмотрению, да. И идем за мной. Все. Пошли. Прячемся за дерево. Да что такое-то? А вы-то что не стреляете-то? Двышники. Двышники. Да что такое? Нет. Нет. Так, так, идём, идём. Так, идём. Теперь только на них надежда. Теперь нам нужно взять щит и со щитом идти. Иначе единственная стрела, там, единственный удар, который прилетит по Юричу, будет последним. Неудачно получилось. Что, нет никого? А если гранату брошу? Куда стреляет? Кто-куда стреляет? Так, мужики, стреляйте. Вон, впереди стоят. Давайте. Стреляй. Стреляй. Да стреляйте вы, ёлы-палы. Чё стоят-то? У них чё, стрелы закончились, что ли? Я ничего не пойму. Главарь-то сейчас сразу же вырубит Юрич. Выдержат они натиск или нет? Так, стреляют. Так, стреляют. Ну-ка, давайте стреляйте. Я вот так спрячусь. Да ёлы-палы, а. Давайте вот так уже. Да всё уже, хана. Придётся, видимо, перезагружаться мы. Зараза. Да. Посмотрим, что будет. А битва уже проиграна, по-моему, написано, да, было? По-моему, да. Всё, их наших двое осталось. Они уже с этим... Ну, вообще всё вот, да? Битва проиграна. Поражение. Как-то неудачно получилось этот раз. Ну, давайте перезагрузимся тогда. Уйти. Так. Загрузить. Нил? А почему? Не понял. Так, погоди, а что надо было загрузить тогда? Я ж сохранялся. А, видимо, на автосохранение, да? Ну, надо же, блин. Ну, тогда, к сожалению, да, уйти. Опять ждём, пока восстановится здоровье. А чё тут за битва? А, нет, всё, ничего нет. Как же зараза? Ну, ладно. Ждём восстановления здоровья. Да. Вот же какая незадача, а. Уж очень долго восстанавливается здоровье. Мораль падает, продукты заканчиваются. Ну, вообще, продуктов ещё у нас на 20 дней. Продовольствие, я имею в виду. Так, ну вот, вроде бы всё. Да. Теперь надо вот так сохранить. Не на автосохранение. Не на автосохранение. И ждём ночи. Так, я чего я сижу-то? Уснул. Так. Значит, давайте следовать за мной. Так. Дальше. F4. Огонь по усмотрению. Пошли. В этот раз тут никого нет, я вижу. Идёте? Да, блин. Я же сказал, за мной. Вы чё такие? А вы даёте, ребята. Я такой иду уверенный, что у меня за спиной. Группа. Стоп. Пошли дальше. Жёсткие ребятушки эти лесные разбойники, а. Чё так далеко? Почему стрелять начинаете? Чё так далеко? Так. А там ещё бегут. Так. Есть. Такое дело. Так. Хорошо бы обновить стрелы. Полностью взять. Есть тут? Нет? Нет. нет. А у этих? Это что такое? Чуть такое или же? не понял. Так. Это дротики. Вот немножко их осталось совсем. разбойничков-то. Так. есть. Есть. там еще кто-то ходит. так далеко стрелять начинают вообще не понимая. стрелять стрелять стрелять. Так. Похоже, всё, да? Да, всё. Теперь главарь. Ну, с ним всего трое. В прошлый раз было пожёстче, да? Так. Бей их, ребята! Фулиганов таких нехороших. Всё. Затыкали. Так. Хорошо. Да, вот это выдало, так выдало. Чё сказала? Так. Какая-то вошадка тут у нас. Хорошо. Так. Ну, всё. Это мы сделали. Теперь мы идём обратно в Эпикротею. Вот она у нас, да? Опять идём к Сиане. Что у нас по заданию? Так. Вы должны собрать все части знамени дракона. То есть собрали. Вы собрали все части знамени дракона. Теперь вы можете решить, что вы будете с ними делать. Вернитесь к Сиане или Арзагосу. Чтобы выбрать свой путь. Ну, мы идём к Сиане. Давай, идём к Сиане. Так. Значит, во-первых, сначала давайте продадим пленных. Продадим трофеи. Так. И идём. Разговариваем с Сианой. Так. Все части знамени дракона у меня. Что дальше? Да. Впечатляет. Очень впечатляет. Ну, теперь всё будет гораздо интереснее. Угу. Ну. Так. Давайте обсудим. Обсудим возможные способы уничтожения этой проклятой империи. Не понял? На мой взгляд, у вас есть два варианта. То есть она хочет, чтобы мы уничтожили, что ли, империю? Так. Вы можете создать своё собственное королевство или поддержать существующее. Не пойму. По-моему, она хочет, чтобы мы его уничтожили, да? Так. Вы можете создать своё собственное королевство или поддержать существующее. Вот. Как я могу поддержать существующее государство? Вы должны присоединиться к королевству, которое вы хотите поддержать, поговорив с лидером. Когда началась эта гражданская бывая, я немного подавлена. Рогея была самым мудрым правителем. Гарриус, безусловно, лучший боец. Илюкон, казалось лучше всей, понимал наши законы и традиции. Но вы можете решить сами. Ну, вот лучше всего, конечно, поддержать тогда мудрого правителя, да? То есть это вот она говорит о Рогее. Так. Мои информаторы сообщат вам, как только вы пообещаете свою поддержку. Так. А как мне основать собственное королевство? Чтобы создать своё королевство, вам нужно выполнить определённые условия. Ваш клан должен быть независим от любого государства. Ваш клан пока ещё слишком малозначимый. Уровень известности клана должен быть выше текущего. Ну да, у нас, по-моему, сейчас второй уровень, да? Там, по-моему, третий уровень клана должен быть. Понятно. Вы должны собрать достаточное количество людей. Это тоже, по-моему, там не меньше ста человек должно быть в отряде, по-моему. Так. И вы должны владеть имперским поселением. То есть это ещё и поселение какое-то нужно захватить. Либо замок. Ну а в лучшем случае, конечно, это был бы город, да? Так. Найди меня, когда будешь готов. Угу. Хорошо. Спасибо за вашу драгоценную помощь. Понятно. Уходим. Ну и вот теперь выбор. То есть либо создавать своё собственное королевство, либо поддержать какое-то из трёх королевств. То есть либо Северную империю, либо Западную империю, либо Южную империю, да? Ну вот я больше склоняюсь к тому, что поддержать нужно мудрого правителя. То есть это мудрый правитель у нас Рагея. Это Южная империя. Это Южная империя. Так. Здесь значит всё. Так, 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 так. И смотрим. Клан. Да, вот у нас. У нас даже второго ранга нет. Клана. То есть вот второй ранг вот-вот будет, да? Потом нам нужно ещё обязательно четыре спутника найти в отряд. Нужно найти четыре спутника в отряд ещё. Так, а вот Катила что? На что я? Её, наверное... А, на врач-хирург у нас. Понятно. То есть, ну, вот как-то таким вот образом, ребятушки мои. Поэтому на сегодня я, наверное, эту серию закончу и продолжим уже наблюдать за приключениями Юрича уже в следующей серии. Конечно, я так думаю, что нужно сейчас вот что... Давайте посмотрим королевство. Да, не сюда зашёл. Так, королевство. То есть, мы будем поддерживать Южную Империю. Вот она, Южная Империя, лидер Рогея. Воины с кем ведёт? Со Стургией. Со раскалёнными углями. Со скрытой гланью. И Элевтихер. Элевтихерои какие-то. Что-то типа этого. Вот сейчас наверняка нужно просто объявить войну кому-то вот из них, да? Немножко прокачаться и потом уже начать поддерживать вот это королевство. То есть, поступить на службу Крагей. То есть, каким-то вот таким вот образом. Ну, а на сегодня это всё. На сегодня это всё. Всем, кто заходил, смотрел, ребятушки. Всего самого хорошего, всего самого доброго. Мир вашему дому. Не болейте. И... Пока-пока.